МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шоколадний? Ти вже не один. Dark and Gold Temptation. Не встойить жодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, дамы и господа. С вами Донбасс, с вами StarLadderTV. Продолжаем следить за 15-м днём про-серии 11-го сезона. Ну и добрались мы до Европы. Начинается Европа с такого матча, как бесправие против команды FVT. Поляки против немцев. Посмотрим, как это всё будет. Ну и начнём, как всегда, мы с положения этих команд в группе. Ну, 13-е место занимают у нас поляки из команды Бесправье. Четыре матча сыграли эти ребята. И всего лишь одна победа имеется у этих ребят. Три поражения. Ну и, конечно же, всё не очень хорошо, как мы понимаем, на данный момент. Ну, я думаю, ребята всё-таки как-то как-то поправятся. Ну и мы увидим какой-то маленький камбэк наверх в исполнении этой команды. Ну, посмотрим. Вроде бы как команда может играть хорошо. Видели мы это на предыдущих матчах. Ну, начало у них не слишком хорошо получается. Ну, а вот когда дают уже разгуляться, то очень тяжело сдержать именно поляков. Ну, что же касается команды ФВТ, немцы. Занимают они в 16-ю строчку в европейском дивизионе. Пять матчей и пять поражений. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, как-то не слишком всё хорошо у них получается. Был сегодня у меня разговор с менеджером команды ФВТ. Ну и, конечно же, спрашивал, как там насчёт замен. Можно ли, конечно же, состав поменять. Потому что всё-таки ребята не могут играть, не хотят играть. Нужна свежая кровь, поэтому всё-таки видим мы изменения состава. В принципе, сейчас он, кстати говоря, и изменённый играет. Поэтому, я думаю, первый матч для обновлённого состава. Сейчас посмотрим, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что очень успешно для немцев пройдёт. Ну и, наконец-то, мы увидим нормальную дотку в исполнении команды ФВТ. Ладно, перейдём мы, наверное, уже к игре. Тайдхантер и Венжи Фулл Спирит имеются у команды Бесправье. Что же касается команды ФВТ, видим мы Джакера, Вайпера на первой стадии пиков. Ну и по данным тоже давайте пройдёмся, пока у нас есть время такое большое. Фастлесс Войт, Дэз Профит, Тоггер Мэйдж и Террор Блейд в бане от команды ФВТ. Ну и Бесправье забанило у нас Дрозора, Брюмастера, Скайерос Мэйджа и Дрорейнджер. Такие у нас баны от двух команд. Ну и что же, ожидаем мы третий пик от команды ФВТ. Давайте посмотрим, что это будет. Имеется уже два крылатых героя. Я думаю, ребята продолжат всё-таки брать каких-то героев с крыльями. Ну, какой-то, не знаю, визадж, возможно, залетит. Да и будет тоже очень даже неплохо. Ну, нет, берут Шейкера. Тоже неплохо, в принципе. Пойдёт. Всё, пойдёт. Также хочется напомнить, что доступен бесплатный просмотр в Дота ТВ. Поэтому заходим и смотрим все матчи про серии бесплатно. Найти вы можете это всё дело в кнопочке трансляции, профессиональной. Ну и увидите там билеты с ЛТВ про сериа сезона 11. Поэтому кликаем. Ну и смотрим, наслаждаемся, получаем интересные плюшечки после каких-то невероятных вещей от команд. Как сегодня мы видели, уже рампейдж был. В какой же это игре... А, вспомнил даже в какой игре это было. Это была игра Доверие против Дагонг 5. Где-то минута 13. Где-то про Ассасин. Команда Дагонг 5 делает рампейдж. На биталейне всё очень шикарно. И, возможно, совсем скоро мы увидим какой-то хайлайтик. На нашем YouTube-канале. Кстати говоря, тоже подписывайтесь на наш YouTube-канал. YouTube-user.sl.tv.tour Если мне не ошибаюсь, где-то так оно выглядит. Абсолютно все воды там находятся. С Pro-серии. Да, и, в принципе, из других турниров, которые проводятся на Старладдере. Поэтому всё именно там можете найти. Всё находится в плейлистах. Поэтому очень легко искать. И, в принципе, всё. Elder Titan залетает у нас третьим пиком для команды Бесправье. Ну, такой интересный пик у них вырисовывается. Tide Hunter, Vengeful Spirit и Elder Titan. Достаточно такие интересные герои, которые могут, конечно же, в любой стадии игры очень сильно переворачивать игру. Ну, и, в принципе, для Бесправье это то, что надо. Именно так играет эта команда. Любят ребята как-то закрутить и потом раскрутить эту всю ситуацию. Поэтому именно такой стиль предпочитают они. Inwalker четвёртым пиком залетает для команды FVT. Тоже неплохо. Может, тоже много чего интересного надо делать. Ну, и, в принципе, остаётся там кто? Оффлейнер, по-моему. Оффлейнер лишь за саппорт для команды FVT. Я думаю, ребята из команды Бесправье понимают это. Ну, и там, наверное, подсуетятся на последний банк. Кого-то забанят. Ну, и Бесправье. Что же мне интересно, они выберут. Есть Elder Titan. Ну, и добирают себе Снайпера. Ого! Вот какие дела у нас. В принципе... Снайпер как-то всё больше и чаще появляется в ноуспиках в последнее время. А если учитывать статистику за... Ну, если учитывать статистику до Интернашнала, где-то так, брать, то Снайпера, конечно же, мы никогда там не увидели бы. А так, после такого неплохого апдейта, сразу же увидим, Снайпер появляется очень-очень редко. Редко, ну и зато, как заезжает. Ой, какое редко, часто. Что-то я задумался... Насчёт своих слов. Ну, в те времена у нас Phantom Assassin залетает последним баном от команды FVT. Ну, и Бесправье, что же мне интересно будет у нас выбирать на последний бан. Я думаю, сейчас ребята определятся. В те времена могу показать, что нас сегодня ждёт ещё. Это у нас не последняя игра, а впереди ещё у нас команда Euphoria и BBC будут играть. Польско... Польско-европейская, можно сказать, такая-то игра следующая будет. Поэтому... Тоже понаблюдаем за этим делом. Так, возвращаемся в игру. Ну и ждём мы. Последний бан от команды Бесправье. Посмотрим, что это будет. Ну... Польско-европейская почти уже закончилась, а 12 секунд у них там оставалось. Ну и Сларка выбирают у нас игроки команды Бесправье. Ну... Не знаю, как тут Сларк залетел бы. Ну, окей. Пусть будет. Ну, возможно, в спешке у нас банили у нас поляки, поэтому как-то не разобрались. Хотя... Чёрт его знает. Так, ну и... ФВТ. 20 секунд остаётся. На выбор последнего героя. Ну, и мы увидим, что это будет. Опять же, повторюсь, важен саппорт какой-то. Не будет, но... Нет. Что он сперед залетает для команды ФВТ? И это получается, что у нас... Сложно отправляется у нас Джекера Вайпер Шейкер. Видимо так. Ну, посмотрим, что это будет. В принципе, трипла очень неплохая. Трипла, которая может убивать. И трипла, которая... Может... Многое чего наделать. Ну, а что именно, конечно же, увидим. Так, ну и Бесправье. Одна секунда остаётся. И вот АПАК залетает для этой команды. В принципе... Поляки, мне кажется, опять перемудрили. Но... Что поделаешь. Ну, то получается, Тедхантер опять в оффлейн. Снайпер у нас фармящий. Пак на миддл лейн. Ну и саппорты у нас Альдар Тайтон и Веншифл Спирит. Вот такое. Мне кажется, не зайдёт для поляков. Хотя... Всё может быть. Всё может быть. Ладно. Ну что же, Бесправье начинает у нас за сторону. Радиант. Кранч играет у нас на снайпере. Хотстав играет у нас на Эндрэд Тайтоне. На Венгия играет у нас Луки. Лукью. На Паке СТФЮ. И на Тайдхантере ГНСКЙ. Это... Что-то такой город, по-моему, есть. Тоже, похоже, буквы. Неважно. Ладно. Ну, за сторону Дайер играет у нас команда ФВТ. Германия. Олде. Олде. Играет у нас на Вайпере. На Шекер будет катать у нас. The Very Famous. Сар. Сар. Короче, неважно. За и, по-моему, Стерп. Ай. Я думаю, вы поняли. Кто у нас дальше? На Джокера у нас играет. Ви Вамбо. На Штармецком. Зор. Ну и на Инвокере у нас играет. Эйсит. Так. Ну и, как видим, ничего такого особенного начали игры. Мы не увидели. Никакого захода в исполнении одной и другой команды. Поэтому. Ничего такого жесткого. Ну да. Как я и говорил. Трипла отправляются на сложную линию в исполнении команды ФВТ. Будет она стоять против Пака. Что у нас тут на Медалейне? Снайпер против Штармецкого. Я думаю, в принципе, изич для снайпера. Ну и сверху у нас Тайдхантер против Инвокера. Тоже посмотрим, что это будет и как это будет. В принципе, Инвокер у нас экзортовый. Опять же, будем смотреть мы за интересными санстрайками. Как они будут залетать и куда будут залетать. Так. Ну и видим. Альдер Тайтон отправляется у нас наверх. Веншфол Спирит сделал у нас тут отвод, я вижу, да. Для Тайдхантера. Ну и в принципе, Венгард будет постоянно тут тусить на Медалейне, делать отводы, я думаю. Да, и в принципе, больше ничем и не будет заниматься. Видим Джакера через Ликвид Файр. Есть уже второй левел. Ну, возможно, какой-то выход-то и будет. Патавр сделан. В исполнении этих двух героев. В принципе, есть уже неплохая пачка крипов. Пак, есть Айспас для него. Он горит, горит, горит. Тут Вайпер тоже немножко дэн уже получил от Тавра. Это такое, не страшно, мне кажется. Уже тем более переагрил. Так, что у нас тут сверху? На Шейгер находит Талдера Тайтона. И что тут дальше-то будет? В принципе, на подходе тут Тайтхантер. Ну, Тайтхантер вряд ли что-то сделает, хотя имеет уже третий левел. В принципе, может вкачать себе гашек. Ну, а дальше что непонятно делать с тем гашеком? Так, ну вот, вроде бы порешался у нас ситуация у нас в Стармецке. Но продолжаем смледить. Так, что у нас тут сверху? Да, Шейгер отходит. В принципе, никто за ним не пошел. Винга делает очередной отвод. Тут уже какую по счету я даже сообразить не могу. Третий, по-моему, да. Третий отвод. Запирает регенерацию. Ну и что же, вроде бы как должен быть какой-то выход у нас на мидалей в исполнении команды Бесправья на Стармецкого. Ну, Винга уже готова выходить, но в Дартайтон что-то не очень видим. Переходит на ботом. Ну, и будет помогать Паку. Ну, такое себе решение, мне кажется. Хотя посмотрим. Неплохо тут Вайпер так пинает Пака, я вижу. В полздоровье уже нету Пака. Это, конечно, проблема большая. Так, она Бесправья. Ну, что касается других линий. Тайтхантер, видим, четвертого левела. По крипстату вроде бы как неплохо идет. Ну, видим, крипы даже подходят немножко к вышечке, так что он получает, конечно же, опыт, получает, конечно же, деньги какие-то с этих... На мидалейне. Снайпер очень сильно проигрывает линию Штармецкому. Конечно же, надо это как-то исправлять. Санстрайк. Мимо. Через Шрапнельку идет у нас снайпер. Где-то я видел такого снайпера через Шрапнельку у нас на ProSeries. Яд, по-моему, тоже какие-то поляки играли. Или это не поляки были. Ну, я помню, закончилось тем, что снайпер так и проиграл эту игру. Это, конечно же, была большая ошибка идти через Шрапнельку. Так, пошел у нас Астрал Спирит от Алдер Тайтона. Так, вот, ничего интересного. Что у нас тут вверху? Первый левел до сих пор у нас Винджи Фулл Спирит. Сделал там, конечно же, много отводов. Аж целых три. Что-то дальше не хочет делать. В принципе, имеется шестой левел Тайтхантера. Может, конечно же, он... Как-то хорошо так пробить инвокера. Вместе с Вингой через Травейш как-то забрать. Я думаю, можно было бы попробовать тоже. Так, вроде бы как... Что он тут? Ага, Кент оф Мидас. Принес себе рецептик инвокер. Пошел Бейф оф Террор. Летел у нас Винга. Тем временем на Миддлэйне, да, Штармецкий очень далеко зашел. Ну, правильно. Мне кажется, заходил. Там сколько? 9 хп осталось у снайпера. Но совсем немножко как раз и не хватило. Возможно, пришел на разбил он там. До сих пор я не понимаю, почему у нас Найтхантер не ходит сильно агрессировать против инвокера. В принципе, он на изичах может забрать его. Через тот же Ревэйдж, через тот же Эншер Смэш. Я думаю, на изичах. Может он это сделать. В принципе, тут Винга есть. И да. Нет, не будет заходить. Эх. Такое бывает. В те времена Пака убивает у нас снизу. Игроки команды ФВТ. Пидвокер с Санстрайком забирал у нас этот фраг. Ну и счет 1-1 становится у нас в игре. Мы видим Джакера, третий Ликвидфайр. Начинает набрасывать неплохо на вышечку. Полтавра уже нету. Ну и так потихонечку, потихонечку. Тавр у нас и падает, видим. Так, Медас появляется у Инвокера сверху. Ну что же, Дримкуэлт есть на Вайпера. Получает себе очень много интересных штучек. Ну вот, приходит у нас Найт Кантер. По двоим Ревэйш Юзайт. Минус у нас Вайпер. Также проблема начинается у Джакера. Ну и Джакера тоже у нас погибает. 3-1. 3-1. Даблкилл от Авеншфул Спирит. Ну и, как видим, тут выход у нас идет на Снайпера. Кранча должны сейчас, да, проблемы начинаться. Кранч получает очень много дэмэджа. Ну и Кранч у нас погибает. 3-2. 3-2. Неплохо все для немцев, у которых не очень хорошая статистика на данный момент. Напомню я, что сыграли у нас. Сыграла команда 5 игр, но и 5 игр, к сожалению, не проиграли. Ну и, возможно, все-таки выиграют эту игру. Опять же, посмотрим, что будет у нас в конце матча. Так, Штармецкий вырывается у нас на Венгу. Венга должна отправляться у нас на Таверну. Очень много всего потратил у нас Штармецкий на эту... На этого героя. Ну и, как видим, ПТ уже имеет у нас Штармецкий. В те времена, снизу у нас пак динает Т1 Тавер. И... Ага, ну дальше будет идти, наверное, по линии у нас игроки команды ФВТ. Хотя, опять же, посмотрим. Возможно, и на другую линию пойдет у нас Жакера, а будет на другой линии как-то убивать своим присутствием Тавер. Да, и, в принципе, игроков. Приходит на Мидал Лейн. Есть у нас Айс Пасс. Кранч у нас умирает. Пак прилетает тоже. Есть, виджи, Фулд Спирит. Дает станчик по Штарму минус наш Штарм Спирит. Макро Пир, они очень хорошие, а вот Джакера. Ну и... На этом, вроде бы, все, да. Расходятся ребята. Размеднялись с нами до Лейни один в один. Дальше... Ничего не последовало. Так, где у нас Элдер Тайтон? Ага, пятый левел имеет уже. Тайтхантер, тем временем, начинает тут нарезать своих энчинтов, которые мы у нас токали. Вот 1200 уже имеет на руках. В принципе, там сколько появится? 1200 появится. Тем временем, тут проблема опять у Кранча. Кранч может опять погибнуть. Отпевается батлом, свапают его. Ну, отлично же все происходит для команды Бесправье. Ревейш еще отлично залетает по троим игрокам. Минус наш Тармецкий. Не попадает у нас на Санстрайк и Минвокер. Ну и Пак. Пак идет дальше. Нет, все-таки передумал. Опять же, Хеллспоинтов не очень таки много. Поэтому лезть все-таки не стоит ему. Ну и 5-4 становится на счет. На лолл ХП уходят игроки команды Бесправье. Ну и Тайдхантер покупает себе Блиндаггер, как видим, после Эншентов. Что тут? У Вайпера уже есть Мейказм, как видим. Завязал его сразу же. Как там дела у Индвокера? Индвокер пойдет через Некрауна. Остается еще рецептик ему приобрести. Сейчас быстренько нафармит. Имеется у него Мидас. Поэтому сейчас деньги будут приквы просто текти ему. Ну, видим, пока что по крипстату лидирует у нас тот самый Инвокер. 72 крипа у него имеются на 50-й минуте. Далее идет у нас Вайпер. Ну и третье место занимает у нас Тайдхантер. Который потихонечку-потихонечку тоже хочет пробраться в топ. Выход у нас идет на Индвокера. Дайнвокер это без шансов, как мы видим. Собственно, ничего не успел и понять, что вообще произошло. Тем временем тут у нас Паку убили на ботами. Штармитки забрал этот фраг. Ну, Штарма так. Фраг, фраг. И, как видим, есть уже Солринг. Я думаю, что сначала лучше бы собрать Арчит ему, но... Хочет в Дотстоун идти. Ну, в Дотстоун как... Так, в Дотстоун. Ну, видим, тут Шекер подходит. Если что, будут закрывать, конечно же. Видят Элдора Тайтона. Есть висура. Отрезали у нас Элдора Тайтона. Ну и минус у нас Титан. Прыгает Пак. Ставит хороший Демкуэлла. Хаслэм никуда не попадает. Ну, Шекер у нас в Таверну. Что касается Штармитского. Ну, летает на полную ману. И ТП-Аут тоже проходит, как видим. Так, там до Лейни у нас Снайпер. С ПТ-шечкой, с Аквиллой. Ну, тяжело. Очень тяжело видим Снайперу. Вайпер его просто насилует. Я думаю, в прямом переносном смысле. Посмотрим, что будет дальше. 2100. Имеется у Пака. Совсем скоро будет уже Блиндаггер. Ну и с Блиндаггером, конечно же, будет уверенно чувствовать себя Пак. И, как видим, уже покупает себя Блинк. Ну и появляется второй инициатор команды Бесправье. Первый находится у нас на топе. Что у нас тут? Снайпер донает вышечку. Ну, стоит отметить, что это вторая вышечка, которую заденяли у нас. Команда Бесправье из двух. Ну и Пак прыгает, сразу же видим. Ну и вперед в атаку. Правда, уже вайпер. И со страйка, конечно же, Пака забирает. Ну, тут у нас тоже забирает вайпера. Проблема начинается у Кранча. Кранч у нас погибает. Да, тут без шансов для него. Ну, пытался все-таки как-то разменяться по холстпоинтам. Не совсем удачно, как мы видим. Тайдхантер. Много хп не имеет. Проблема начинается у Штармецкого. Еще Равэдж завязал, конечно же, но... Не помогло. Можно было бы без Равэджа справиться. Санстрайк опять же точно в тезе летает, как видим. Ну и 9-9. 9-9. Нон-стоп-экшен творится у нас в игре. В принципе, инвокер, как видим, в траках практически не участвует. Только санстрайки закидывает. Ну и, как видим, вторые некра уже у него появляются. Вот так вот, потихонечку, потихонечку видим. Инвокер набирает свое. Класс Экзорд. Очень неплохо уже вкачан. В принципе, можно уже в Векс пойти потихонечку. Хотя, не знаю даже. Так. Где-то что-то интересное увидел. Вайпера поинт-бустер появился. Пойдет через... Аганим Саптер. Что у нас дальше? По этому, такое интересное появилось. Снайпера ничего нету. Андертайтон через Юлы пойдет. Ну и Рошана, тем временем, забирают у нас ФВТ. Отправляется на Миддл Лейн. Ну и... Как они дальше пойдут, мне очень интересно это смотреть. Да, по Миддл Лейну будет идти. Да, второй некрай есть. В принципе, Ликвид Файр. Все это будет отправляется у нас на... Еще Форджет Спирита. Все на Талла, поэтому без проблем, наверное, сейчас заберу Талла тут. Тем более, есть еще и Эгис. Так, так, так. На ХГ поднимаются. Хотя, лицепанут у нас Альтертайтона. Очень аккуратно играет. Шейкер. Фиссура. Отрезал он Кранча. Ну и Вайпер. Заходит очень далеко, мне кажется, как для него. Ну и погибает. У нас тут Вайпер точно. Минус у нас Шейкер. Проблема начинается у Кранча. Кранч тоже у нас погибает. Ну и тут Тайт Хантер. Нету маны на Рэвейдж. Это проблема. Большая проблема. Минус у нас, да. Тайт Хантер. Проблема у Винги. Гар тоже, вряд ли, куда-то денется. А нет. Уходят все-таки. Забили. На нее ребята. Ну, в итоге, что у нас получилось? Три в два размен. Опять же, в плюс идут игроки команды ФТ. Ну, забирает второй Т2 Тауэр. Ну и остается последний видешний Тауэр команды Бесправья. На топе. Который, мне кажется, совсем скоро тоже упадет. В принципе, тут уже Шейкер сверху. Будет, наверное, потихонечку двигать линию. В сторону противников. Что у нас по графикам? На данный момент более 5000. Я думаю, уже где-то 7000 по командам Миндотворцу. За ребятами с командой ФТ. По экспериенсу, видим, график тоже сейчас упадет к 5000. За командой Дайр. Поэтому ничего тут интересного, да, и нету. В принципе, видим доминацию все-таки команды ФТ больше. Ну, по Миндотворцу видим три игрока. Команда ФТ идет впереди. Ну, есть первый Тауэр для команды Бесправья, но вряд ли он поможет им. Хотя нет. Какая-то голда-то упала им. Поэтому Нармыч... Нармыч, как говорят. Жакира. Спрятался у нас в лесу. Вряд ли будут его искать. Наверное, дальше пойдут, да, игроки команды Бесправья. Стыц-стыц. Видят Вайпера. Вайпера можно свапать. Да, свапнули у нас Вайпери. Проблема начинается у Крылатого. Ну, Ultimate всаживает Тайтхантера. Равейш потрясающего. Тайтхантера залетает. Ну, 2-2 уже видим в разбен. Очень биты игроки команды Radiant. Пак отвлекает все на себя внимание. Минус в пак. И остается еще два игрока. Очень битые. Ну, Венжи Фолк Спирит ТП Аут. Вингу не находят. А вот Вантера Тайтона все-таки нашли. Сострайк был какой-то, не? Нет. Тут-то было. Ну, видим, тем временем тут тележечка доспела к таверу. Тут же Джакира есть уже. С Ликвид Файером своим. Быстренько должен справляться с крипами. Тут уже и Гапша от Унлокера подходит. Потихонечку. Ну, немцы очень четко все делают. Справляются. Со своей поставленной задачей. Ну, и должны сейчас отходить, наверное, или нет. Шторм. Может врываться. Да, что он врывается у нас. Ну, снайпер. Да ладно. Снайпер выживает. Как такое может быть? Может, Санстрайк какой-то заедет? Давайте посмотрим. Не-не-не. Пощадил, наверное, инвокер все-таки. Хотя-то кулдаун. Ну, это неважно. Такс. Ну, что же, команда Дайер, как видимо, отошли немножечко. Все-таки не готовы еще заходить. Штормецкого еще скоро БКБ появится. Телепорт себе везет. Возможно, все-таки с БКБ пойдут ребята. Что там еще на подходе может есть у кого-то. Ну, третий не краунвокер от 1100 на руках. Имеется травола у него. Вайпер 1800. До Аганима еще остается 1000. У Шекера появляется Блиндаггер. Тут Киул уже на подходе Джекера. Поэтому, наверное, все-таки доформят на эти айтемы. Ну, и после чего, возможно, будет заканчивать как-то у нас игроки команды ФВТ. Так. Ну, а команда Рейдинг, как видим, сидит на базе. Не особо так хочет куда-то выходить. Биулу тем временем появляется там у Пака. Юлы есть уже у Элдера Тайтона. Что у нас тут? Блэйт Фалакрити появилась у Снайпера. Сильно жестко. Ну, в принципе, Яш уже может себе приобрести. Потом что-то дальше думать. Что ему дальше собирать? Или все-таки на байбэк? Какую-то копить. Такс. Шекер покупает себе Смук. Совсем понимаю зачем, но... Пусть будет. Ну вот, есть ПКБ у Шторма. Что тут Вайпер? Вайпер в счет 200 голды остается. Нужно подождать. Вайперам вот так одним будет все отлично. Что у нас тут? Тайт Хантер. Форстав Гейм Тайгер. 1700 на руках. Конечно же, копит, копит, копит. Копит. Ну, Вайпер тоже ПКБ решил собрать себе. Остается еще рецептик, как видим. Так. Ну, появился там Рошан, говорят ребята, да. Мигают на него. Ну, и я думаю, все-таки с Рошаном нужно уже как-то это все заканчивать дело. Ну, а тут появляется Аганим уже, что вниз будет выход какой-то или что. Демонет, ну, вставляет тут свою армию у нас инвукер. Ну, и сам отправляется он на Рошана, как его команда. Ну, Шейкер еще решает где-то что-то сделать. Интересно. Отправляется на топ, где его соперники, да, подходят. Куда его соперники подходят. В принципе, запросто может тут раздать двоим. Сейчас посмотрим на счет захода и выхода этого Шейкера. Тоже игроки ждут. Нашли Шейкера. Получили, конечно же, по затылку очень неплохо. Ну, и цепляет. У нас Гранча. Сразу же свап мгновенно идет. Санстрайк попадает по Веншел Спирит. Венгаб может у нас отправиться в таверну или же нет. Адертайтен. Станчик. Очень неплохой. Видите, минус Айгис у Шторма. Ну, и сразу же ТПА делает у нас Снайпер. Ну, и тут подходит у нас Инвокер. Тут подходят практически все игроки команды ФВТ. Минус у нас Венга. Минус у нас Адертайтен. Еще пака нашли. Погнали за паком у нас игроки. А нет, пак уходит на Арбе. Арбе. Дальше пошли. Ну, можно, нужно уже сходить на ХГ. Пока нету тут двоих игроков. Ну, можно этим воспользоваться. Опять по шейкеру зарядил на Снайпер. Ну, вот он пошел Ликвид Вайр на Т3 Тауэр. Видим, быстренько теряет свое здоровье. Тот самый Тауэр. Полсталба уже нету, даже меньше. Просто ХП остается. Это очень мало. Так, что Армидский справляется у нас вниз. Будет тут пушить линию. Или все-таки не будет пушить. Нет, не будет пушить линию. Эх. Так, Тайд Хаунтер. Тем временем, как видим, фармит на Снштаб дальше. Что это было такое? А, с крипами ребята так расправляются. Ясно. Ну, и, кстати говоря, Тайд Хаунтер имеет уже 1700 на руках. Имеется Павильон Став. Там сколько? Северанс как раз 1800 стоит, если не ошибаюсь. Поэтому еще на рецептик нужно нафармить, на рефрешер. Потом уже как-то удивлять своих оппонентов. С двумя альтимейтами. Так. Ну, команда Дайр переходит опять у нас в лютый фарм. Опять же, все игроки фармят. Не хотят ребята как-то идти заканчивать. Опять же, возможно, боятся какого-то переворота, который, возможно, может произойти. Ну, и, как видим, этот переворот уже идет к ним. Он, Андертайтон. Заходит, находит противников. Ну, и что это такое? На БКБ развели нас с инвокера. Что касается у нас пака, пак... У нас умирает. Ох, чуть-чуть-чуть-чуть. Разорвали. Того самого у нас пака. Все, в него просто всадили. Что только можно. Ну, правда, у пака есть байбэк, поэтому тут... Нет, у меня этого ничего страшного. Так, шармецкий. Получил ultimate. Sunstrike. Попадает по у нас тут Тайдхантеру. По-моему, уже замакшенный, если не ошибаюсь, экзор. Ну, да, у нас экзор тоже вкачан у инвокера. Кидает Салакрити у нас на Некра, который, к сожалению, умирает. Ну, и тридцатая игра. Тридцатая игра, да. Тридцатая минута у нас уже в игре. Ну, и, опять же, хватает бояться как-то заходить. В принципе, конечно же, можно пытаться через пачки крипов как-то заходить, пробовать. Опять же, там, подошел дать Джеккер один Liquid Fire, потом следующую пачку крипов дождаться. Ну, и так постоянно, пока не закончится. Это та самая вышечка. Потом уже какой-то файт проводить. Ну, снайпера, видим, Монтостал уже появилась. 1700 уже имеет на руках. Возможно, где-то и Москов Мэднес появится скоро. У Кранча. Я думаю, не за горами. Где-то Минатор какой-то. Все-таки Масков Мэднес лучше. Кзор сейчас будет врываться. Да, влетает, вешается, арчит, снайпер, Санстрайк еще и ловит. Ну, и погибает. Зато, Монтостал провязал. Это самое главное. Просто так собирал, пацан. 2000 уже у Вайпера. Что тут у Тайтхантера? 2400. Ой-ой-ой-ой. Нахуй тут его Вайпер. Влетает Вайпер Страйк. ТПА сразу же делает у нас Тайтхантер после Форстафа. Так, ну вот. Бладстоун появляется у Штармецкого. Может, сейчас будут заходить у нас игроки. Было бы очень неплохо. Что это? Боже. Ну, саппорты решили поискать варды. Ну, до этого не искали. Сейчас решают все-таки это сделать. Вдруг там что-то стоит. Не люблю я такие затяжные игры. Когда ребята просто лидируют более там 25 тысяч где-то. По графикам. Дальше пытаются что-то делать. Интересно. Для меня, я считаю, это бредом. Просто. Ну, есть Dreamcoil по одному у нас Джакера. Бывает ему телепорт. Ну, и Джакера у нас умирает. Да. Забирает этот фраг у нас Undertieden с томпом. Ну, и в те времена на ботами проблемы у Тайтхантера. Тайтхантер умирает у нас. Есть у него байбэк, конечно же. И будет ли он делать его. Нет, не будет делать его. Потому что нету захода. Возможно, в следующий раз все-таки. Так, ну... ФВТ решает все-таки идти, несмотря на то, что нету одного его героя. Одного героя. Мне кажется, самого ключевого тут. Именно Джакера, который там неплохо накидал по вышечкам. Хотя нет, как видим, все-таки отходят. Бывает. Разводим руками просто. Ну, видим, что строительство у нас по графикам. 15 тысяч по команду Networks за командой D.R. Ну, и по экспириенсу видим тоже более 15 тысяч. Ну, просто бред. Так, у нас тут сверху. Наш Торма нападали. Как видим, БКБ поражал. Ушел. За вайпером так смотрю. 3400 на руках. Ничего себе не покупает. Странно. Скайс оф Вайс появляется у инвокера. Ну, и шейкер с блинком. Пока что не видели бы мы никого врыва от него. А, в принципе, врывов вы вообще не видели. За последние, там, 15-20 минут. Очень терпильно играют команды. Ну, ясно, одни боятся, что их быстренько тут разобьют. И... Игра закончится для них. А вторые, почему я не понимаю этого. Ну, проиграют они один файт. Ну и что? Дальше соберутся. Еще один проиграют. Подумаешь. Третий будет уже габельный для них, наверное. Так, ну, дожидается Рошана. Рошан там совсем скоро будет. Я что-то из-за... Витомлением не уследил. Может быть, там... У меня еще минута где-то оставалась. Ну, опять же, с Эггисом... Вряд ли будет, ребята, все-таки... Заходить на ХГ. Как мы помним, тогда у нас Штармецкий слил его на топе. Дальше не последовало ничего. Так, так, так. Забирается Эггис. Лежит еще и Сыр. Сыр тоже нужно... Да, поднимают. Это Вайпер все дело. Ну, и что же, по Миду Лэну. Все-таки решают эти ребята. Мальчсором появляется с тем временем у... Того самого Снайпера. Ну, сколько тут? 560 хп у... Тетри Тавера. Я думаю, не так уж и много для игроков команды ФВТ. Ну, правда, там Рефрешер появился у Тетхантера. Вот это беда сейчас будет. Мне кажется, да, прыгает на спак. Проблема у Джекера. В ЛХП уже нету у Джекера. Ну, стоит отойти. Так, стом. Неплохой взлетает. Ну, и опять же... Откидывается у нас Ultimate там. Снайпер. Пополняет тут запасы маны. Ну, и опять... Уходят на Middle. Опять, наверное, будет что-то интересное делать. Ну, а снизу, тем временем, у нас инвокер тоже идет потихонечку. Скайпамут отправляется. Ну, да, по двум линиям, конечно же, будет лучше заходить игрокам команды ФВТ. Растянется драка на два... На две стороны. На два фронта. Так, ну, мне кажется, можно тут ловить игроков. Вышли они из ХГ, но нет. Не захотели этого делать у нас с командой ФВТ. Окей. Вайпер, тем временем, у нас уже сверху. Что у нас тут? У нас все-таки вырывается Штармецкий. Нужно кого-то цепануть. Цепляет у нас Тайт Кантера. Тайт Кантер впитывает весь денеж. Байбека у него нету. Свапает его. Ну, да, нужно его беречь, конечно же. Имеется у него два алтимейта, поэтому очень нужно аккуратно быть с ним. Проблема Джакера. Чуть не умер тоже у нас Джакера. Нет, все-таки умерает у нас Джакера. И пошел у нас хороший Петеорит. На двоих он ложится. Ложится, ложится. Ну, в итоге минус даун и делает у нас инвокер. Тайт Кантер. Может урываться. Отстанивает его. И минус у нас Тайт Кантер. И не провязала, кстати говоря, Равэйдж. Беда. По-моему, это беда. Тут многого не надо. Тут просто нужно зайти и убить этот самый Татри Тавар. И, в принципе, можно отходить. Но, опять же. Опять же бояться чего-то. Игроки команды ФВТ после байбек, который был сделан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Штармецкий. Да ладно. Да ладно, да. Сбивает ему Эггис. Пак. В шифт спрятался. Ну, вряд ли куда-то уйдет. Да. Вешается. У него Скайс оф Вайс. Минус у нас Пак. Дальше, видимо, поймали у нас Кранча. Кранча свапывают. Минус у нас Снайпер. Ну и можно тут уже за Вингой гнаться. Вингат тоже никуда не уходит после байбека. В итоге остается последний у нас Адер Тайтон. Который тут со стороны закидывается ими. Астрал с пиретами, с томпами и тому подобное. Да, ломается уже Миддл Лейн. Ну что же. Пак. Сделал байбек. Первый ревейдж пошел от Тайтхантера. Есть Дрим Койл хороший. Второй ревейдж тоже заходит. Ну, правда, там под БКБ. Но это уже не важно. Гадлайк у Штармецкого. Минус Миддл. Ну и Гудгейм пишет у нас Кранч. Ну и команда ФВТ все-таки прерывает свои поражения. Ну и первая игра именно за этой игрой. Первая игра именно за этой командой. Точнее 1-5 становится теперь в счет. Команда ФВТ. А Бесправье. Четвертая игра. Четвертое поражение. Точнее 5-ая игра и четвертое поражение. Конечно же не очень все хорошо для них.